Приветствую вас на нашем канале, уважаемые зрители! Сегодня рассказ пойдет о Румынии, стране многих возможностей и полной самобытной культуры. Румыния – достаточно интересная, колоритная страна, которая привлекает отдыхающих из других стран своих дружелюбием, интересными местами для отдыха и развившимся относительно недавно сегментом горнолыжного спорта. Есть также факты, которые выделяют эту страну в череде государств Восточной Европы, делая ее самобытной и очень оригинальной. Давайте поговорим о них. В Румынии есть веселое кладбище. На каждом кресте нарисованы веселые картинки со стихами, где показаны основные черты характера покойного. Румыны – не самые дисциплинированные водители. Мало того, что они предпочитают большие черные внедорожники, так и часто выезжают на встречную полосу и не останавливаются на красный свет. Первым делом путеводители рекомендуют осмотреть дворец парламента – крупнейшее в Европе гражданское административное здание и самое тяжелое административное здание в мире, этнический музей под открытым небом Дмитрия Густи, завораживающий книжный магазин в центре Старого Бухареста. В румынском городе Печица есть необычный дорожный знак – «Пьяный пешеход». Знак предупреждает водителей о том, что местные жители по ночам бродят немного выпившие. Мост Лгунов, который находится в любимом городе Влада Цепеша – Сибио, несет в себе элемент мистики. Одна из легенд гласит, что лжецам не место на этом мосту, так как он может под ними обрушиться. Однако считается, что подтверждения этой легенды нет, так как мост существует уже не одно столетие или же в Румынии совсем нет фрунов. Самая большая в мире готическая церковь находится в Румынии, в том же Брашеве. Она строилась почти сотню лет на рубеже 14-15 веков. Бухарест можно считать страной бездомных собак. На каждые 30 человек приходится по одной бездомной собаке. В Румынии насчитывается огромное количество народных праздников. Среди них особенно выделяется праздник с обрядом «Плугошор», который румынский народ отмечает в первый день после наступления Нового года. Данный обряд посвящен будущему урожаю и выполняют его молодые мужчины, одетые в козлиные шкуры. Особенность румынских железных дорог – это одноколейность, что сильно замедляет движение транспорта и грузов. В центре Трансильвании находится страшный и загадочный лес Хоя-Бачу с непонятными деревьями. Их стволы изогнуты, а над лесом постоянно пасмурное небо. Местные жители считают это место порталом для инопланетян и злых духов. Румынские банкноты – леи, сделанные из особого материала. Их нельзя помыть, порвать. Их можно спокойно стирать в машине. Удивительный водопад Бигар, расположенный в юго-западной части Румынии, считается одним из самых уникальных мест в мире. Вода мягко стекает вниз по овальной скале, полностью покрытым холмом. Водопад также меняет свой цвет, весной становится зеленым, а осенью – золотым. В румынском городе Брашев находится самая узкая улица в Европе. Ширина этой улицы чуть больше одного метра. Румыния является домом для единственного в Европе, посвященному золотомузея. Музей золота расположен в румынском городе Брет. Музей был основан более ста лет назад и содержит более 1500 экспонатов, которые были собраны со всего мира. Столица Румынии издавна славилась своим культурным наследием и роскошными достопримечательностями. Именно поэтому горы часто называют «маленький Париж-Восток». Традиционными блюдами в Румынии являются мамалыга, кукурузная каша, брынза ввиду развития овцеводства. Замок Бран является одним из самых популярных туристических объектов. Он был построен в XIV веке и считается резиденцией вымышленного персонажа Дракова. Этот всемирно известный герой был создан ирландским писателем Бремом Стокером. Автор взял Дракову из румынского фольклора. Вдоль реки Дуная у небольшого городка Аршова на юго-западе Румынии находится горная скульптура высотой в 55 метров. Она изображает Децибала, последнего короля Дакии. Но увидеть памятник можно лишь с лодки, что делает его еще более уникальным местом. В Румынии находится второй по величине в мире музей под открытым небом. Нынешний президент Румынии обучался в университете на факультете физики. После окончания университета с 1983 по 1989 года он работал учителем в нескольких школах Сибию. С 1989 по 1997 год он преподавал в старейшей немецкоязычной школе Румынии. А после этого стал мэром Сибию и далее президентом этой прекрасной страны. Вот такая эта необычная, полная тайме загадок Румынии. А вы хотели бы побывать в этой стране? Напишите в комментариях. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно. А также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Субтитры сделал DimaTorzok